Одним февральским вечером я, играя в Plants vs Zombies, параллельно слушал видео об Unlisted. В один момент я подумал, а изменилось ли что-то за два года после начала открытого бета-теста. Этот вопрос не давал мне покоя, и в тот же вечер я скачал Unlisted. В общем, как вы поняли, последние несколько недель я пропадал в Unlisted, из-за того, что меня волновал вопрос. Все ли так хорошо спустя два года, как хотелось бы? Ну ладно, не два года, а почти два года, все-таки сейчас марта, бета-тест начался в апреле. Так вот, все ли так хорошо спустя почти два года, как хотелось бы? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, для начала мне нужно провести маленький ресерч, дабы узнать, как обстоят дела в Unlisted в начале бета-теста. Рассмотрев где-то пять обзоров без надписи «Партнерский продукт», я выписал плюсы и минусы из этих роликов. Из плюсов авторы отмечают следующее. Хорошая графика и хороший дизайн карт. Игорь, вы хотите сказать, что это все? Да. Из минусов же авторы отметили следующее. Игра совершенно не обучает пользоваться интерфейсом в главном меню. Ботов чересчур много, и они чересчур тупые. Практически полное отсутствие какой-либо разрушаемости. И донат. Он достаточно сильно экономит в богатом время. Итак, спустя более двух недель непрерывной игры в Unlisted, я готов ответить на вопрос. Все ли так хорошо, как хотелось бы? Так, давайте начнем с того, а о чем вообще Unlisted? Unlisted это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица в сейдинге Второй мировой войны. При первом входе вам дают на выбор шесть компаний. И сторону, за которую вы будете играть. Вы можете выбрать кого угодно, в любой момент вы сможете сменить как компанию, так и сторону, за которую вы собираетесь играть. В игре имеется шесть режимов игры. Захват, вторжение, штурм, уничтожение, сопровождение и противостояние. Во всех тех шести режимах вы будете либо... Ну и конечно же... Ну а если без шуток, то вы будете либо нападать, либо защищать. И здесь мы можем увидеть достаточно большую проблему игры. Вы не можете выбрать режим игры. Ну, то есть как не можете? Можете конечно выбирать между обучением, отрядами и пользовательскими матчами. Но я хочу выбирать режимы игры в отрядах. Ведь именно в режиме отрядов вы будете сидеть практически все время в этой игре. Почему так нельзя? Без понятия. Загоним в игру и понимаем только то, что в первых трех-четырех боях вы будете сидеть в полном окружении ботов. Да и в целом вы постоянно будете играть с пачкой компьютерных болванчиков в отряде. Вы выбираете точку высадки, выбираете отряд и идете защищать родину. Ну или нападать на нее. Тут уже зависит от вашего выбора. Так вот, в каждом режиме, не считая противостояния и захвата, есть две стороны. Нападающие и защищающие. Основное отличие в том, что нападающие ограничены в количестве тысячи солдат. Но при каждом захвате точки, они могут пополнить это количество. При каждой вашей высадке на поле боя, из количества солдат, ну или как называют в игре очки подкреплений, отнимается столько, сколько у вас солдат в отряде. Если же говорить про количество классов солдат, то тут их дохрена. И простые болванчики с винтовками, и инженеры, и снайперы, и пилоты, и радисты, и в общем кого тут только нет. Каждый класс может как разнообразить имплей. Например, инженеры могут строить постройки, которые могут помочь команде. Снайперы могут убивать противников издалека. А танкисты, например, потанковать. Кстати про танки. Что это? Почему оно изменилось, причем в лучшую сторону? В начале бета-теста было намного лучше. Зачем было убирать то, что сделано более-менее нормально? Я не то чтобы ответить вам не смогу. У меня даже догадаться не выйдет. Теперь давайте пробежимся по тому, что лично мне не понравилось в инвистах. И первое это то, что игра абсолютно не пытается объяснить новому игроку свой интерфейс. Я конечно понимаю, что он может чем-то напоминать интерфейс из World of Tanks. И возможно люди, которые уже играли в WoW смогут тут спокойно ориентироваться. Но разработчики должны в первую очередь фокусироваться на новых игроков. Да и сделать банальный туториал по тому, куда нужно тыкнуть, чтобы сделать то-то и то-то, не так уж и сложно. С другой стороны, возможно это сделано для того, чтобы игроки методом пробы и ошибок, тратя свои ресурсы, смогли понять, что куда нужно тыкать, чтобы получить желаемый результат. И вот когда уже ресурсы у игроков закончатся, можно будет и предложить этим игрокам за скромную сумму приобрести все утраченные ресурсы, без того чтобы не фармить их в следующие 20 лет. Кстати, насчет стоимости доната. Это конечно не Ubisoft или Electronic Arts, но цены лендиста тоже конские. Причем за эти золотые монеты вы можете купить премиальные отряды. А их премиальность заключается в том, что они уже полностью прокачаны и у них имеется вооружение, которое невозможно достать для обычных солдат. Это самая настоящая тактика Ubisoft. Сначала дать вам долгое, нудное занятие, а потом предложить за деньги пропустить это занятие. И не стоит забывать, что все это по-прежнему может тебе сильно помочь. И если ты не криворукое животное, как я, то выиграть будет не столь сложно. Я, честно говоря, вроде бы еще не имел дела ни поиграть за премиальный отряд, ни против. Поэтому, возможно, я ошибаюсь в их силе, но... Описание того, что задержится в этих премиальных отрядах, говорит само за себя. Также из ужасных механик можно отметить прокачку бойцов в кампании. Только те солдаты, которые принимали участие в матче, будут получать опыт. Вы, наверное, подумаете, что ничего странного в этом нет. А я обнаглел, потому что незаслуженно требую больше опыта. Но если бы вы знали, сколько времени и сил нужно на прокачку одной сраной кампании, только заданную сторону. Причем прокачка кампании существует не просто так. С практически каждым прокачанным уровнем вы сможете получить разные плюшки. Например, доступ к другим орудиям, или можно получить новые отряды с новыми классами. Так вот, этих кампаний 6 штук, а соответственно 12 сторон, в которых по 50 левелов. Не все, конечно, будут набивать опыт прям во всех кампаниях, но почему нельзя было сделать так, чтобы условно 5% опыта, полученного в бою, передавалось противоположной стороне или в другие кампании? Это банально бы облегчило развитие в новой кампании, где у тебя ничего нету из того, что было в других. А знаете, почему так нельзя сделать? Потому что существуют премиальные отряды. И когда ты решишь перейти в другую кампанию, ты можешь просто купить премиальный отряд. И тогда тебя уже не ебет, какой у тебя уровень кампании, сколько тебе нужно опыта для следующего уровня. Ведь у тебя уже и так все есть в премиальном отряде. И все, что тебе остается, так это нагибать обычных работяг своими премиальными пукалками. И если вы думаете, что будете играть только в одной кампании, то я советую подумать вам еще раз. Ведь в каждой кампании карт 8-10, и вам точно в какой-то момент захочется хоть какого-то разнообразия, которое можно получить, только сменив кампанию. Ну и последнее, что я хотел отметить, так это разрушаемость, а именно то, насколько она ужасно маленькая. Нет, вы конечно можете ломать окна, разрушать стоги сены или разбирать постройки игроков, но почему я не могу снести деревянное здание сраным танком с боеприпасами на пробивание брони у техники? Ну или разбомбить то же здание, но уже с помощью авиации? Возможно, вы скажете, Игорь, а не много ли ты хочешь для шутеров в сеттинге Второй Мировой? И да, это действительно много, но не для игры, которые реконструируют бои. Возможно, вы предположите, что добавление разрушаемости зданий может привести к полному хаосу. И да, если просто добавить разрушаемость, то так все и будет. Если просто добавить разрушаемость, то на игровой карте будет господство танков, а пехота будет вынуждена воевать на открытом пространстве. Но именно для таких ситуаций и существует один крайне действенный инструмент – баланс. В нашем случае можно ввести крайне огромный КД на спаун техники, например, 7-8 минут, чтобы обе стороны могли воспользоваться техникой не более 2-3 раз за бой. Также можно было бы усилить обычных солдат, например, выдать им больше инструментов для уничтожения техники, либо усилить уже имеющиеся. В общем, я уверен, что сбалансировать это дело будет не чрезвычайно сложной задачей, зато введение разрушаемости, во-первых, добавит больше реализма, а во-вторых, может глобально сказаться на геймплее хорошую сторону. Хоть и плюсов у игры значительно меньше, чем минусов, я считаю, что глупо было бы не отметить и их. В первом, честно говоря, единственном из плюсов я бы хотел отметить графику. Не знаю, как вам, но, по-моему, игра выглядит реально не стыдно. Смотрите, тут вам даже снег деформируется, не только из-за персонажа, но и из-за винтовки. И вот теперь, я думаю, можно наконец ответить на вопрос, всё ли так хорошо спустя 2 года, как хотелось бы. И, как бы это странно ни звучало, но игра действительно во многих моментах изменилась в положительную сторону, но не в тех, над которыми действительно надо было работать в первую очередь. Давайте вернёмся к тем минусам, которые мы отметили в начале ролика. Игра совершенно не обучает пользоваться интерфейсом в главном меню. Изменилось ли это? Нет. Как я и ранее говорил, игра совершенно не собирается обучать игроков в том, какие кнопки в главном меню отвечают за те или иные действия. Ботов чересчур много, и они чересчур тупые. И вот тут я, честно говоря, затрудняюсь ответить, ведь боты и так присутствуют в достаточно немалом количестве в отрядах. А вот что за счёт ума, то тут, наверное, ничего не изменилось, ведь по-прежнему достаточно просто определить, боты-то или нет. Например, если вы видите группу солдат, которые бегут в какую-нибудь точку, то если вы убьёте хотя бы одного из них, скорее всего, большая часть солдат повернутся к вам и будут стрелять. Наверное. Практически полное отсутствие какой-либо разрушаемости. Мне кажется, я уже достаточно про это сказал. Донат. Он достаточно сильно экономит в богатом время. И вот тут я не стану спорить с тем, что это абсолютно не изменится даже на релизе игры, потому что такая система достаточно хорошо работает. Серьёзно, по-моему, это не первый проект, которому удается вынуждать игроков задонатить таким способом. Единственная проблема, это, пожалуй, стоимость. Серьёзно, за такие цены всё это будут покупать только психи, миллионеры, ну или школьники. Ну и это, наверное, всё. Что за две недели непрерывной игры в Unlisted, я бы хотел рассказать вам. Я бы не стал говорить, что мне игра прям совершенно не понравилась, иначе я бы не стал играть в неё две недели. И, отвечая на вопрос, стоит ли вербоваться в Unlisted, я, пожалуй, дам вам самый логичный и предсказуемый ответ. Нет, решение зависит только от вас. Ну, а для тех, кто молодец и досмотрел до конца, я добавлю вот что. В один день, когда я зашёл в Unlisted, мне высветилось окно, где были показаны планы разработчиков на 2023 год. И одним из пунктов был релиз игры. Я надеюсь, вы понимаете, что лучше было бы сделать видео после релиза, но я просто не хочу томить и переделывать всю работу. Так вот, если релиз состоится, то я, возможно, сделаю видео о том, что там изменилось. И если вы хотите увидеть это, то просто лайкните это видео. Всем хорошего дня, ну или вечера.